Добро пожаловать! Я виртуальный ассистент Салют. Приглашаю вас в большое путешествие через пространство и время. Вы заглянете в прошлое, когда мир был совсем другим, а история Сбера только начиналась. Пройдете через разные эпохи и увидите, как развивалась наша страна, а вместе с ней менялся и Сбер. Ирина, 182 года большой истории промчаться перед вами. Путешествие вот-вот начнется. Приготовьтесь, мы отправляемся. Три, два, один, старт! 30 октября 1841 года. Император Николай I подписывает указ о создании в России сберегательных касс. 1 марта 1842 года. Сберегательная касса открывает двери для петербуржцев. Чиновник Николай Антонович Кристофай делает вклад в 10 рублей и становится первым в истории клиентом Сбера. Через месяц касса открывается и в Москве. 1862 год. Отмени с берегателями кассами руководил государственный парк. С тех пор их история неразрывно связана друг с другом. 1917 год. Год больших перемен и великих потрясений. Это время было непростым для всех. И для сберегательных касс тоже. В 1921 году правительство Советской России объявляет о реформе. Наступает время для новых экономических политиков. Страна восстанавливается после гражданской войны. Экономика оживает. Избиркасса – один из главных источников ее финансирования. К 1940 году в СССР работает больше 40 тысяч отделений. Но впереди новые испытания. В 1941 году начинается Великая Отечественная война. Многие сотрудники сберегательных кассов будут на фронт. Их коллеги в ТУ после работы участвуют в обороне городов и помогают армии. В годы войны количество вкладов растет. Военные взаимы покрывают 15% всех оборонных расходов страны. Великая победа. В ней есть заслуга каждого. И вклад в приказ и их работников переоценить невозможно. Вновь наступает время восстанавливать мирную жизнь. Страна совершает еще один подвиг. На этот раз трудовой. Мощь и единство нашего народа помогает СССР выйти на второе место в мире по темпам роста. Сверкассы всегда в авангарде развития. Открываются новые отделения, становится больше клиентов. В год совершается более 350 миллионов операций. 1961 год. Весь мир следит за полетом Еврея Гагарина. В финансах прогресс тоже идет вперед. ЭВМ, первые компьютеры, ускоряют расчеты и преображают рабочие процессы. Перестройка. Новые надежды. Новые возможности. Все меняется. Сберкассы становятся Сбербанком СССР. Богатые события в советский период завершаются. Наша страна обретает суверенитет. Начинается история Сбербанка России. Банк не просто выдерживает проверку конкуренции. Он продолжает расти и остается стержнем финансов.